Стефан Мур. Гиблое место. Роман. Перевод с немецкого. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1985 год. Читает Вячеслав Манылов. «Нет ничего более обманчивого, чем вполне очевидный факт». Канон Дойл. Вчетвером сгрудились они вокруг того места, где нога Сандры Робертс в последний раз коснулась земли. Место это ничем особенным не выделялось. Вот разве только след, оставленный пляжной босоножкой без каблука, след маленькой энергичной женской ноги, причем левой. Левой ногой сделала наш шаг вперед, точно так же, как до того тысячу, две или три тысячи шагов, пройдя расстояние от пансиона Клифтон до этого злополучного места. Ее ничто не взволновало в этот миг. След был все тот же, прямой, целеустремленный, пролегающий вплотную к дюнам, поросшим сухой невысокой травой. Она не остановилась, не оглянулась, не сделала рывка в сторону, не бросилась бежать, не замедлила шагов. Просто след на этом месте оборвался. И вот уже десять часов, как она не возвращалась в Клифтон, хотя для этого ей понадобилось бы всего лишь пятнадцать-двадцать минут. Кеттерли не особенно удивился бы, если б ее нашли спящей, прикорнувшей где-нибудь в камышах, быть может, со сломанной ногой или потерявшей внезапно сознание. Он не удивился бы и в том случае, если б ее нашли мертвой, выброшенной приливом на один из длинных волнорезов или же наполовину занесенной песком в густых зарослях прибрежного камыша. Но вот чего он совсем не ждал, так это того, что ее столь четкий след, оставленный босоножкой, прервется вдруг просто так, словно какая-то неведомая сила оторвала Сандру Робертс от земли. Когда они без труда обнаружили следы исчезнувшей женщины, уводившие на пляж прямо от ее окна, Кеттерли приказал всем идти вдоль следа друг за другом на некотором расстоянии. Вот почему теперь, оглянувшись, он представил, будто Сандра Робертс отправилась на прогулку в сопровождении четырех человек. Но это было не так. Во время прогулки она была одна. Одна-одинешенька. Это был одинокий след, тот, по которому они сейчас шли, и когда в тридцати метрах впереди след просто исчез, Кеттерли показалось вначале, что у него галлюцинации. Нетронутые, ровные, девственные, простирались пески далее на северо-восток. Кеттерли невольно развел руками. Хорншу и женщины остановились, обе они говорили, перебивая друг друга, а Кеттерли в это время, засунув руки в карманы пальто, описывал широкую дугу, снова приведшую его к месту, где след обрывался. Сомнений быть не могло, и старший комиссар полиции Готфрид Цезарь Кеттерли покател головой. Затем осмотрелся. В сторону суши пологими волнами протянулись ровные песчаные дюны, на гребнях которых даже от слабого дуновения ветерка клонилась к земле сухая трава. Вообще-то комиссар любил неприхотливость и легкий незатихающий шепот камышей, но в этот миг шепот их показался ему издевательским. Огромное свинцовое море устало катило тяжелые валы, над морем недвижно нависало небо, сплошь затянутое плотными перистыми облаками. Далеко впереди маяк, невысокий, но мощный, высвечивал изломанную линию горизонта. Летящий реактивный самолет заполнял небо изматывающим гулом. Гул этот, однако, оборвался так же быстро, как и возник. Кетерли наклонился и еще раз внимательно посмотрел на след левой ноги Сандры Робертс, последний в ее жизни след. «Вы верите в привидение, Хорншу?» И хотя Хорншу в привидение не верил, он почувствовал, как по спине его забегали мурашки. «Все-таки тут есть что-то нелепое», пробормотал он мгновение спустя. Кетерли решил не поддаваться тревожному настроению этого странного утреннего часа. Он внимательно оглядел девушку и женщину, безмолвно стоявших рядом и широко раскрытыми глазами наблюдавших за ним и Хорншу. «Если оставаться на почве реальности, сказал комиссар, следует предположить, что, начиная с этого самого места, следы Сандры Робертс были уничтожены. Уничтожены кем-то или чем-то. Займемся сначала чем-то. Ветер, вода, как вы думаете? Но почему именно на этом месте и дальше ветер должен был уничтожить следы? В тяжелой свинцовой духоте последних 14 часов можно было рассчитывать лишь на внезапный, резкий и очень ограниченный порыв ветра. Однако в пользу подобной гипотезы ничего не говорило. К тому же и сильнейший шквал не смог бы полностью уничтожить следы. Где-то впереди они неизбежно обнаружились бы снова, но продолжения следа не было. Может, вода? И беглого взгляда комиссару было достаточно, чтобы убедиться, что линия прилива не доходила сюда, по крайней мере, с месяц. И так остается лишь кто-то. Сказал он, и на миг показалось, будто его глухо и задумчиво произнесенные слова обращены непосредственно к безвинному отпечатку босоножки. Здесь мы тоже имеем две возможности, Хорншу. Она сама или кто-то еще? Хорншу хотел было что-то сказать, но комиссар продолжал. Не торопитесь, Хорншу. Если это была она сама, то и здесь мы имеем две возможности. Либо это настоящее самоубийство, либо его инсценировка. Комиссар расстегнул пальто и пошарил в карманах. Он даже не успел захватить из дома сигары. «Как выглядела дама?» Спросил он неожиданно одну из стоявших рядом женщин. Трудно сказать. Она приехала вчера. В пятницу вечером она позвонила из Гамбурга и справилась, есть ли у нас свободные номера. Я ответила, что сейчас у нас проживает один только полковник. И я могла бы предложить ей отличную комнату на той стороне дома. Вы знаете, здесь, на Северном море, большинство комнат выходят окнами на море. Но вот вечный шум прибоя... Похоже, она собралась углубиться в детальный разбор преимуществ и недостатков отдыха на Северном море. Однако комиссар прервал ее. «Выходит, вы никогда прежде ее не видели? Я имею в виду до сих пор». «Нет, никогда», — ответила женщина. «Какую профессию она указала в гостиничном бланке?» «Никакую». «Довольно изнеженная особа, видно с первого взгляда. Уже потому, как она заказывала ужин и справлялась насчет горячей воды. У нас на это чутье, можете поверить». «Вы видели ее паспорт?» «Конечно», — ответила женщина. «Он и сейчас у меня в столе. Если только она не прихватила его с собой». Комиссар Кеттерли прикусил верхнюю губу. «Так», — только и сказал он. «Странно, как это он сам не додумался. Очень важно ведь, взяла она паспорт или нет». Однако Сандра Робертс вылезла из окна, чтобы направиться к морю. «Если бы перед этим ей потребовалось забрать из столика портье паспорт, она с таким же успехом могла выйти через дверь». «Когда вы обычно запираете двери?» — спросил комиссар. «Когда ты вчера заперла двери, Хайде?» Укоризненный взгляд пронзил девушку насквозь, словно женщина заранее знала, какой ответ получит. «Вечно она забывает», — обратилась она, как бы извиняясь к Кеттерли. «Значит, опять забыла, Хайде?» «Лучше признайся. Девушка только кивнула. «Я должна с вечера вымыть кухню, собрать обуви для чистки, накрыть в столовой к завтраку, запереть на окнах ставни. Я не могу помнить обо всем». «И вы не боитесь?» — спросил он. «Нет». «А чего?» — ответила девушка и не спеша убрала прядь светлых волос за ухо. «Я вообще ничего не боюсь». Комиссар кивнул. «А вы смело», — сказал он. «Хорншу, сфотографируйте для нас эту загадку природы. И чем скорее, тем лучше. Пока Рёбке прибудет со своим саркофагом, следы успеет замести ветер. Попробуем сохранить их до прибытия технической группы». Кеттерли заметил, что губы у женщин дрогнули. «С саркофагом?» — пробормотала она, словно только сейчас поняла, о чем идет речь. Кеттерли улыбнулся. «Нет, нет. Совсем не то, что вы думаете. Специальная машина отдела убийств. Звучит длинновато. Между собой мы называем ее саркофагом. Она в самом деле так выглядит. Вот видите, Хорншу, нам следует быть осторожнее в выражениях. Уголовная полиция и так не пользуется доброй славой». Хорншу опустился на колени и постарался в хмуром утреннем свете запечатлеть на фотопленке последний след Сандры Робертс. Поднялся он, как заметил Кеттерли, уже с другим выражением лица. «Ничего я тут не понимаю», — произнес Хорншу. Кеттерли лишь пожал плечами. «Важно разобраться, не сама ли она уничтожила след», — сказал он и еще раз внимательно огляделся. Внешний вид песка не давал оснований предполагать, будто со вчерашнего дня здесь поработали иные силы, кроме дующего с моря слабого ветерка. «Стойте!» — резко одернул он девушку, сделавшую несколько шагов вперед. «Вы испортите чутье собаки! Отойдите в сторону!» Кеттерли почувствовал нечто вроде облегчения, представив, как собачий нюх наверняка вернет эту чертовщину на почву реальности. «Реальные, достоверные факты, они особенно бывают нужны, когда след человека уводит в пустоту». К тому же Готфрид Цезарь Кеттерли верил только в реальные факты. «Если же это был кто-то другой», — неожиданно продолжил он свою мысль, «то у нас остается не две возможности, а только одна». Женщины удивленно уставились на него. «А почему, собственно, вы удивляетесь?» — спросил комиссар. «Вы ведь тоже подумали о чем-то таком, иначе не позвонили бы в Гамбург? Обычно извещают местную полицию, и все». «Это полковник», — сказала хозяйка, глядя на море. «Он настоял. Мне бы и в голову не пришло». «Наверное, так было правильно. Полковнику всюду чудятся подозрительные вещи. Он педантичен и недоверчив, но в этом случае должно быть он прав». «Должно быть», — буркнул комиссар. «Должно быть. Это хорошо. Поторопитесь, Хорншу. Мы ведь не знаем, вдруг ветер усилится. Лучше уже сейчас кое-что предпринять». Он сбежал, запыхавшись на гребень дюны и осмотрелся вокруг. Неподалеку, в низине, примастился маленький домик. Летнее бунгало или просто пляжная хибара. Домик казался необитаемым. Ставни на окнах были закрыты. «Чей это дом?» — крикнул он сверху и показал рукой. «Хозяева живут в Бремене. Он врач. Фамилия Лютьинс. Они появляются здесь лишь в августе. В остальные месяцы дом сдаются. Сейчас там никого нет». Хозяйка поднялась вслед за Кэттерли на гребень дюны и взглянула в сторону домика. «Да, он пуст. Нынче-то стало модно сдавать в аренду. Они портят нам сезон, а ведь съемщики при столь высоких ценах ничего не выигрывают. Они должны сами готовить еду, к тому же хозяева навешивают на них всякие работы по дому». Она бодро направилась к дому и снова к комиссару бросился в глаза желтоватый оттенок ее кожи и усталый вид, так странно контрастировавший с оживленной деловитостью. «Стойте!» — крикнул ей комиссар. «Ходить только по моим следам!» «Хорншу, давай-ка снимем ставни с окон». Широким полукругом они приближались к дому с задней стороны. «Почему, собственно, я не разрешил ей подойти к дому?» — спросил себя Кеттерли. «Как бы то ни было, надо учитывать все. Да и Рёбке скажет спасибо, если мы не оставим без внимания мельчайшие детали». Дом был тих и явно негостеприимен. Комиссар обследовал ставни на окнах. Они были прочно закрыты изнутри на засовы, однако, расшатав створки, можно было отогнуть запорные крюки. Сквозь грязные стекла было видно, что в доме долго никто не жил. Кеттерли и Хорншу сняли две ставни с петель и понесли напрямик через дюны вниз к месту, где кончался след Сандры Робертс. «Вы видели когда-нибудь заграждение от снежных заносов, Хорншу?» Хорншу заграждение от снежных заносов видел и потому помогал комиссару со знанием дела. Они установили ставни шалашиком. Всего притащили восемь тяжелых створок, прикрыв ими последние двенадцать метров следа Сандры Робертс. Мелкий песок равнодушно засыпал бы его при самом легком бризе. Все это время Хайда недвижно стояла на гребне дюны и внимательно наблюдала за ними. Когда полицейские с двумя последними створками остановились рядом, чтобы отдышаться, она вдруг подняла руку и показала в сторону моря. «Смотрите, море!» произнесла она. Хорншу бросил взгляд на Кеттерли, потом на девушку. «Ну и что?» сказал он. «Море как море!» Хайда загадочно улыбнулась. «Не совсем. Когда начнется отлив, моря там уже не будет. Одни песчаные отмели, а между ними протоки, течение в них страшное, да еще топи, водовороты». Она опоежилась, словно от холода и ссутулилась. Далеко впереди, за беспокойно бурлящей водой, Кеттерли разглядел плоские размытые контуры острова. Много веков хранил он почти скрытые сейчас водяной дымкой развалены. Древнее оборонительное сооружение, судя по всему. Комиссар велел Хорншу находиться там, где обрывался след. Он решил не оставлять это гиблое место без присмотра. По дороге в Клифтон он сфотографировал еще несколько следов Сандры, где контур босоножки отпечатался в сыром песке, особенно четко. Обе женщины терпеливо дожидались, внимательно наблюдая за его действиями. Поднявшись с колен и перемотав пленку, комиссар заметил вдалеке приближающегося мужчину, который отчаянно размахивал руками. «Полковник», подумал он, «наверняка сам полковник, движется с военной точностью прямо по следу». «Это вы, комиссар?» крикнул тот еще издали. «Там звонят из уголовной полиции. Я решил позвать вас, не теряя времени. Ну как, удалось ее найти?» «Сойдите со следа!» ряфкнул Кеттерли. «Кто звонит?» Полковник возмущенно выпрямился, а Кеттерли представил себе рябки, извергающего проклятие в телефонную трубку, ибо времени у него, как всегда, было в обрез. «Человек назвался рябки!» сказал полковник, покосившись на напряженно строгое лицо Кеттерли. Комиссар сжал губы. «Вы вообразить не можете, что значит заставить рябки ждать!» быстро проговорил он и кинулся к Клифтону. Но вдруг другая мысль пришла ему в голову, и он резко обернулся. «Я запрещаю вам толкаться на том месте и что-нибудь там трогать!» крикнул он полковнику. Женщины одновременно принялись в чем-то убеждать полковника, но тот упорно продолжал глядеть в спину уходящему Кеттерли. «Весьма самоуверенный тип, не правда ли?» спросил полковник фрау Ван Хенгеллер, когда Кеттерли отошел на приличное расстояние. Клифтон прежде был мрачной, скособоченной крестьянской усадьбой, каких много на этом участке побережья. Потом его перестроили, но соломенная крыша осталась до сих пор. Комиссар вошел через вполне современную стеклянную дверь. На столике портье лежала телефонная трубка. «Алло, Ревки! Долго заставляйте ждать!» «Извините, Ревки, тот человек просто идиот!» Комиссар оглянулся, но в холле никого не было. «Дело не в этом, Кеттерли! Почему вы так долго не звоните? Ведь вы должны были быть там около девяти, ну, в половине десятого!» «Что-нибудь случилось?» «Выезжайте немедленно, Ревки! Такого вы еще не видели!» «И это говорите вы!» Комиссару Кеттерли в самом деле довелось кое-что повидать в жизни. От этой женщины не осталось и следа. ну, кроме обычных следов ее ног. Но на самом интересном месте обрываются и они. Как это? А вот так. Когда вы езжаете? «Немедленно», ответил Ревки, «ведь это, как я понял, горит?» «Да», сказал Кеттерли, «в самом деле горит». «Прихватите собаку!» «Чую, дело непростое», сказал Ревки. «Вот это уж точно!» «След обрывается, и все!» «Посреди нетронутого песка!» «Словно его перерезали!» «Буду часа через два!» «Чаще включайте сирену и мигалку!» «Дорога ведет через деревни!» «Чем быстрее приедете, тем лучше!» «Хотя бы потому, что может подняться ветер!» «Ясно!» сказал Ревки. «Пока!» Кеттерли положил трубку и сквозь низкое окошко увидел, как к дому приближается хозяйка и Хайде. «Значит, полковник все-таки отправился туда!» буркнул он, когда женщины вошли в дом. «Да, он не простит себе, если не побывает на том месте. Он и так расстроился от того, что принимал ванну, когда вы прибыли. Оставьте ему хоть это удовольствие. Должно же быть что-то у человека, когда не нужно больше командовать артиллерией. В последний раз он скомандовал огонь на Одере под Врицыном. Но вам предстоит еще услышать об этом». Фрау Ван Хенгелер вздохнула. «Не очень-то все это хорошо для репутации Клифтона», добавила она и принялась сортировать немногочисленные письма, оставленные почтальоном на столике в ее отсутствии. «Ну почему же?» сказал Кеттерли, внимательно взглянув на нее. «Вспомните, какую рекламу создают привидения старым замком в Англии». «Такое мне в голову не приходило», сказал хозяйка, раскладывая письма по ящичкам. «Один конверт она протянула комиссару. «Взгляните, вот эта телеграмма вас, наверное, заинтересует». Комиссар сунул телеграмму в карман пальто. Сначала он хотел выяснить все, что можно выяснить в доме, а уже потом с помощью телеграммы начать знакомиться, так сказать, с самой Сандрой Робертс, с ее окружением, с семьей, с друзьями, с ее образом жизнью и привычками. Ему необходимо было знать, в какой комнате она остановилась, что делала в тот вечер, что читала, что ела и, главное, что и много ли пила. Но перед этим нужно было уладить еще одно дело. «Следует известить доктора Лютьенса в времени, что мы воспользовались его ставнями», заметил он. «Не могли бы взять на себя этот труд, а кроме того пригласить кого-нибудь из местной полиции. В нашей стране все должно проходить строго по инстанции. Это я хорошо знаю. Вы не представляете, сколько пришлось пережить, пока я не получил разрешение на перестройку дома и открытие Крифтона. Должно быть, изучали мое происхождение до четвертого колена, но и после этого потребовалось личное вмешательство одного из членов Ландрата. Сыграло свою роль и то, что мне весьма полезен здешний климат, а в конце концов все ведь устроилось прекрасно, правда? В данный момент, однако, комиссар не разделял наивную радость хозяйки. «Где ее комната?» спросил он. «Первый этаж, последний слева, номер три. Хайда покажет». «Девушка была в кухне. Не беспокойтесь, найду сам». «Вы там ничего не трогали?» «Боже, сохрани!» сказала женщина. «Вы плохо знаете нашего полковника». Комиссар мрачно усмехнулся. «Уж не запер ли он ее?» «Нет», ответила хозяйка, «хотя намерение такое было, но я решила, что мы не вправе делать даже этого». Кеттерли с благодарностью взглянул на нее и покинул Хоул. Он миновал две кирпичные арки в деревенском стиле и вздрогнул, наткнувшись на фигуру святого в человеческий рост, который как-то уж очень неожиданно протягивал ему навстречу свою благословляющую руку. Пол в прихожей выложен был плитками красного песчаника. На старом сундуке слегка покачивался давно нечищенный самовар. В темном углу стояли огромные почти черные часы. На длинной темного дерева полке тускло поблескивала старинная фрисская утварь из латуни. Она тоже была давно нечищена. Перед дверью номер три Кеттерли вытащил носовой платок, положил его на выдержанную в стиле барокко тоже давно нечищенную дверную ручку из матово поблескивающей латуни и осторожно нажал. В комнате царил полумрак. Тяжелые клетчатые портьеры были сдвинуты. Это они заметили еще когда рассматривали след под окном. Ставни были притворены как и утром. Комиссар включил свет и начал осматривать комнату. Постель в самом деле была нетронута. Белье выглядело так, словно его только что выгладили и застелили. Сандра Робертс успела распаковать чемодан и забросить его на шкаф. Рядом с кроватью стояли домашние туфли на высокой танкетке. На ночном столике лежал раскрытый журнал. На нем стоял дорожный будильник в футляре с крокодиловой кожей. В шкафу висел очень дорогой шерстяной костюм в крупную клетку, даже с вешалки излучавшей удивительную элегантность. Рядом пальто из верблюжьей шести. Вверху на полке лежала модная темно-зеленая шляпа. На столе лежала сумочка из крокодиловой кожи, рядом перчатки и ключи от машины. Комиссар отворил дверь в ванную. Шторы были задвинуты и здесь. Над раковиной на стеклянной полочке Сандра Робертс разложила свои косметические принадлежности мыло-шампунь. Одна из бумажных салфеток, какими обычно снимают косметику, была использована и валялась скомканная в унитазе. Да еще полотенце было небрежно брошено на никелированную вешалку. Комиссар подошел к окну, раздвинул шторы, попробовал его открыть и тут вдруг увидел ужасное, невыносимо отталкивающее лицо. Самым страшным в этом лице было выражение тупости, переходящей в полное безразличие к миру и это в сочетании с непрерывными и беспорядочными движениями тела. Мужчина выпрямился и повернул голову в его сторону. Его поразительное уродство бросалось в глаза лишь тогда, когда наблюдатель уже как-то смирялся с тупостью и апатией на его лице. Шорох за спиной заставил Кэттель вздрогнуть. Это Кадулейд вас так напугал? В дверях стояла Хайда с высеченными ботинками в руках и Кэттель усмехнулся. Бросив еще один взгляд в окно, он понял, что Кадулейд моет автомашину. Для этого он выбрал мощеный участок двора между домом и сараями. Должно быть, там всегда мыли машины. Кадулейд всего лишь несчастный уродец, сказал Хейда и поставила вычищенные ботинки под дверь. Люди часто пугаются его. А я вот не боюсь. У него тоже никого не осталось на свете. Он у нас и садовник, и стопник, а еще присматривает за автомобилями и кое-что ремонтирует по дому. Он силен, медведь, и наивен, как ребенок. Но не думайте, что он такой же глупый. Так, так, пробормотал Кэттерли. Фрау Ван Хенглер дозвонилась до бремена. Девушка кивнула. Они хотят получить официальное уведомление, чтобы потребовать возмещения убытков. Возмещение убытков, скривился Кэттерли. Он ненавидел людей, которые при любом ничтожном поводе думают только о собственной выгоде. Возмещение убытков. Если бы тут и поставить точку на этом деле. Когда вы вчера легли спать, Хайде? Спросил он и уселся в тяжелое голландское кресло, принадлежавшее к обстановке комнаты номер три. Десять минут двенадцатого, господин комиссар. Значит, около двенадцати, когда фрау Ван Хенгелер постучала к Сандре Робертс, вы уже спали. Хайде кивнула головой. А где вы спите? Девушка показала в направлении сарая. Над гаражом. Там чердак расширен. Когда мы нанимаем официанта и повара, они тоже спят наверху. А теперь сезон закончен, и я там одна. Но я ничего не боюсь. А Кадулейт? Кадулейт спит в подвале рядом с котельной. Хотите посмотреть? Потом. Сандра Робертс не заказывала у вас завтрак? Нет. А я забыл спросить. Уходя спать, я предупредила об этом фрау Ван Хенгелер, но она сказала, что так поздно беспокоить гостю неудобно. Проходя по двору, я заметила у госпожи Робертс свет. Я тогда еще вернулась и сказала об этом фрау Ван Хенгелер. Она ответила, что может сама еще попробует постучаться к ней. А что делала госпожа Робертс весь вечер? Она приехала примерно в половине четвертого. Я помогла ей разгрузить машину и распаковать вещи. Потом она пошла на пляж. она даже купалась, хотя вода сейчас всего 14 градусов. Когда вернулась, ей захотелось есть и в половине седьмого они сели ужинать. Кто это они? Фрау Ван Хенгелер, полковник Шлиске и госпожа Робертс? Они ужинали в той комнате, где камин при свечах. Это создает атмосферу, как говорит полковник. Но очищать потом эти подсвечники ужасно. Госпожа Робертс была в восторге, видно, ей у нас очень понравилось. А что на ней было надето, Хайде? После купания она надела светлые брюки, темно-зеленый свитер с огромным воротником и пляжные босоножки. Комиссар кивнул. А что она делала после ужина? Выкурила пару сигарет, потом листала журнал, потом глядела, как полковник раскладывает пасьянца. В одиннадцатом часу она отправилась к себе в комнату и выставила мне туфли для чистки. Пляжные босоножки? Нет. Вот эти. Хайде показала на туфли в ванной комнате. Быть может, здесь есть что-нибудь из вещей, бывших на госпожа Робертс после купания? Девушка внимательно оглядела комнату, потом покачала головой. Комиссар встал. Хорошо, Хайде, сказал он. Большое спасибо. Это что, был допрос? Ну, если вы хотите это так называть, в холле за столиком портье стояла хозяйка. Она стянула с головы платок, и теперь ее короткая стрижка и маленькие жемчужины в ушах имели весьма благородный вид. Она явно не собиралась скрывать седину. Кэттерли даже показалось, что она подкрашивает волосы. Встречаются женщины, для которых это своего рода кокетство. Но фрау Ван Хенгелер была явно не из таких, да и вид у нее какой-то уж очень нездоровый, подумал комиссар. Вот ее паспорт. Хозяйка протянула комиссару документ вместе с заполненным гостиничным бланком. Она его не забрала. Впервые Кэттерли увидел лицо столь таинственной внезапно исчезнувшей женщины. Фотография похожа? Хозяйка пожала плечами. Пожалуй, да. Этот тип женщин всегда выглядит одинаково. Лично я не нахожу в них ничего особенного. Сплошная штукатурка. Но с первого взгляда впечатляет. Комиссар просмотрел бланк. Елена Антония Александра Робертс. Александра подчеркнута. Девичья фамилия просто Райс. Родилась 27 августа 1933 года в Кляйн-Видау, недалеко от Познани. Место жительства Гамбург. В паспорте перечислены приметы. Волосы светлые, сложение среднее, рост 160 сантиметров, глаза голубые и, естественно, особых примет нет. Кеттерли сунул паспорт во внутренний карман пальто. «А кто, собственно, выключил свет?» спросил он. «Мы ведь сказали, что в спальне еще горел свет, когда около двенадцати постучали к ней. Это Хайда сделала. По рассеянности или просто не подумав, полковник устроил ей головомойку и хотел было снова включить, но я решила, что хватит и того, что один раз выключатель уже трогали». Кеттерли невольно рассмеялся. «У этой странноватой дамы было явно больше здравого смысла, нежели у вышкаленного в военных академиях замшалого полковника». «И что же, она не ответила на ваш стук? Нет. Я постутяла дважды, потом подумала, должно быть, уснула и вернулась к себе». «А ключ все так же торчал снаружи?» «Да». «И вы не открыли дверь, чтобы посмотреть, что случилось?» «Ну, господин комиссар», возмутилась хозяйка, «в нашем гостиничном деле...» «Да-да, конечно», проговорил Кеттерли, «прежде всего скромность и уважение к постояльцам». «В конце концов, не могли же вы предположить такое?» Он помолчал. «А вот и полковник», сказал он, посмотрев в окно. «Не могли бы вы помочь мне, фрау ван Хенгелер? Попросите девушку сменить хорншу на пляж. Сейчас он необходим мне здесь. Потом рюкки привезет с собой достаточно народу». Он взглянул на часы. «В половине первого они будут здесь, если ничего не случится, конечно». Хозяйка мгновение помедлила. «Но если только полковник согласится в обед удовольствоваться яичницей...» Отставной вояка как раз вошел в холл. «Не согласитесь ли вы сегодня в порядке исключения на весьма скромный ленч?» спросила его хозяйка. «Разумеется, разумеется. Особые обстоятельства требуют особых мер, к тому же я не сомневаюсь, что вы восполните это хорошим ужином». Полковник потер узловатые руки. «Чисто сработано», сказал он. «И весьма предусмотрительно вы обошлись составнями». Он был в своей стихии. Фрау Ван Хенгелер отправилась на кухню, полковник стоял у окна. «Ну и что же вы думаете обо всей этой истории?» Больше всего в жизни комиссар Кеттерли ненавидел такие многозначительно доверительные вопросы, задававшиеся обычно с видом будто лишь случайность помешала вопрошающему самому вести следствие. «А ничего?» отрезал он. «В котором часу вы вчера легли спать?» «Вы что, собираетесь меня допрашивать?» спросил полковник, одергивая пиджак и выпрямляясь во весь рост. «Быть может, вам известно, где находится фрау Робертс?» резко спросил Кеттерли. «Не, как вы посмели?» «В таком случае вам придется отвечать на мои вопросы, потому что мне поручено это выяснить. Мне, а не вам». «Но если у вас есть подозрения, неужели нельзя поделиться?» Комиссар вплотную подошел к отставному офицеру. «Ведите себя разумно, прошу вас». Он принудил себя к дружелюбному, почти заклинающему тону. «У нас нет пока ни малейшего представления, что же на самом деле произошло, а уж до каких-то подозрений нам далеко так же, как до второго пришествия. А если вы действительно хотите в один прекрасный день узнать, что произошло, тогда потрудитесь отвечать на мои вопросы». «Итак, в котором часу вчера вечером вы легли спать и где расположена ваша комната?» Комиссар знал действия на людей резкой и настойчивой своей манеры и потому нисколько не удивился, когда полковник беспрекословно начал давать показания. Они сидели в оконной нише и Кеттерли было видно, как Хайде вышла из пансиона в направлении пляжа. Полковник как раз доложил ему, что лег спать около одиннадцати. Его комната расположена в мансарде и выходит окнами на море, но ничего особенного он не заметил. Насколько ему помнится, госпожа Робертс ушла к себе чуть раньше. Потом он заснул и лишь сегодня утром Вилли... Вилли это фрау ван Хенгелер, Вилли Мина ван Хенгелер, если точнее. Сообщила ему, что новая постоялеца очевидно отправилась погулять и до сих пор не вернулась. Остальное комиссару известно. Оба не глядели вслед уходящей девушке, которая все ускоряла шаги, завязывая на ходу платок на голове. Вилли нелегко с ней приходится, сказал полковник без всякой видимой связи. Она ленива, строптива и все делает наперекор. А сама Вилли очень больна. Кеттерли только собирался сказать, что не разделяет такого мнения о Хайде, как вдруг послышалось прерывистые тарахтанья мопеда и вахмистр местной полиции в форме, как и положено, свернул за угол дома. Прошу прощения, быстро проговорил Кеттерли и распахнул входную дверь. Таки-то вы комиссар из Гамбурга? Да. А вы начальник местного полицейского поста? Так точно. Фрау Ван Хенгелер просила меня прибыть как можно скорее. Комиссар предъявил полицейскому удостоверение. Нас известили напрямую и особо обратили внимание на то, что в данный момент нет ветра. Поэтому мы выехали немедленно. Надеюсь, вы не чувствуете себя обойденным. Если честно, то я этому даже рад, господин комиссар. Как мне сказала Вилли? Вилли? Да. Здесь все ее так называют. Удалось вам установить что-нибудь? Пока ничего. Что вы обычно предпринимаете, когда разыскиваете здесь пропавшего? Рука комиссара описала широкий полукруг над застывшим в неподвижности мелководьем, отдающим тяжелым свинцовым отливом. Обязательно сегодня? спросил полицейский. Конечно, кивнул Кеттерли, и чем скорее, тем лучше. Как правило, собираются полицейские силы со всего округа. Подключаются рыбаки, ловцы креветок. Иногда помогают крестьяне. Сейчас вода спадает, но уже через три-четыре часа здесь будет настоящая буря. Не говорите ерунды, хотел было сказать Кеттерли, но вспомнил, как Хайде повязывала голову платком. Еще утром платка на ней не было. Видите на горизонте тонкую серую полоску? спросил полицейский, выключив наконец мотор и установив мопед на подножку. Вот эта буря и есть. В районе Шарнхерна, начнется уже часов в шесть-семь. Он громко откашлялся и поправил на себе форму. Должно быть, вы этого не знаете. При сильном северо-западном ветре прилив гонит воду в дюны. Конечно, отдельные отмели остаются, как правило, те, что остались покрыты водой, однако встречное течение на мелководье образует водовороты, и все мгновенно засасывается в трясину под верхний слой песка. Случалось находить скелеты, которые, согласно экспертизе, пролежали в песках столетия. Эти пески сущи ата, особенно в шторм и туман. Комиссару стало не по себе. Тогда лучше поторопиться, сказал он. «Поговорите с начальником окружной полиции. Организуйте все, что надо. Мы ведь даже не знаем, покончила ли она с собой или просто хотела исчезнуть или была убита. Вопросы эти не могут оставаться без ответа. Подумайте о ее родных». Полицейский помедлил. «Вот если у Хайды будет время, сказал он». «У Хайды? Да». Она лучше всех знает, как ведут себя пески во время прилива и отлива. Она бродила в них месяцами, ведь где-то здесь остался лежать ее отец. У Хайды на песке особое чутье. Однажды ее застиг внезапный шторм. Четырнадцать часов просидела она на единственной дюне, которая выдавалась над поверхностью воды, а на следующий день вернулась домой жива-невредима. Так-так, сказал Кэттерли. «Ну что ж, хорошо, я поговорю с Хайды. Пока вы соберете всю вашу команду, прибудут эксперты из Гамбурга. К тому времени мы успеем осмотреть дом и пляж. А теперь приступайте. если необходимо разрешение Ландрата, я обеспечу его в течение нескольких минут. Нет-нет, достаточно руководства округа, потом я введу вас в курс дела». Полицейский пошел в дом, а Кэттерли взглянул на часы. Было двенадцать минут первого. Небо становилось все темнее. Наконец-то комиссар увидел подходящего Хорншу. Тому давно уже пора было появиться, но Кэттерли послал ему на смену девушку, а девушка была удивительно красива. Кэттерли воспринял бы эту ситуацию с юмором, если б не знал, что часа через три-четыре начнется шторм. Они вошли в дом. «Давайте-ка сейчас вчетвером осмотрим дом, сарай и окрестности фрау Ван Хенгелер», сказал Кэттерли. «Потом приедет оперативная группа. Они еще раз прочешут пляж и дюми, и если все будет хорошо, операцию закончим до начала шторма». «А на что вы рассчитываете, собираясь обыскивать дом?» прогремел голос полковника. «Ни на что. Но разве вы, будучи командиром, упустили бы хоть малейший шанс на победу?» Комиссар умел разговаривать с полковником. Хорншу отправился с вилле к сараю, полковник Шлиски повел Кэттерли на чердак. Без особого подъема, да, впрочем, и без успеха порылись они в сваленные под соломенной крышей рухляди, подвигали мебель, покрытую многолетней пылью, заглянули под затянутые паутиной балки. Вдруг им показалось, что неимоверный порыв ветра поднял тяжелую соломенную крышу и понес куда-то вдаль. Кэттерли прислушался. Шторм, сказал полковник. Мы услышим это еще не раз, прежде чем он разыграется по-настоящему. Из слухового окна Кэттерли видел каду лейта, который продолжал мыть машину. Хорошо хоть с моей он уже разделался, пробурчал полковник, просунув зерошеную голову в соседнее окошко. А это разве не ваше? спросил Кэттерли. Нет, ответил полковник, это принадлежит отелю. Пока они не могут позволить себе что-нибудь поновее, подобный пансион начнет приносить реальный доход еще очень нескоро. На верхнем этаже они открывали одну дверь за другой и осматривали все комнаты подряд. Отсюда был хорошо виден пляж. Комиссар составил о полковнике верное представление. Офицеры на пенсии не расстаются обычно с полевым биноклем. «У вас есть бинокль?» спросил Кеттерли. «Конечно», ответил полковник, «цельсовский, десятикратный, с ночным видением. Заходите». Они вышли в комнату, Кеттерли взял бинокль и навел на пляж. Девушка стояла неподвижно у самой кромки воды и смотрела куда-то за дюны. Потом она повернула голову и взглянула прямо в окуляр. Комиссар смущенно опустил бинокль. Не могла же она увидеть его на таком расстоянии. «Отличная штука, верно?» «Да», сказал Кеттерли. «Отличная». И после паузы спросил, «А вам не приходилось слышать, что в этой местности встречаются люди со сверхъестественными способностями?» «Приходилось», ответил полковник. «Здесь много болтают об этом. Пастухи, рыбаки, крестьяне, но я не очень-то верю». Комиссар промолчал. И в этой комнате ему ничего не бросилось в глаза. Позже он припоминал, как увидел из окошка приближающийся зеленый фургон оперативной группы, а впереди новый, тоже темно-зеленый «Оппель-рекорд», принадлежавший отделу расследования убийств. Едва они вышли из машины, он послал Гавке сменить Хайде. как в подвале, в котельной и в комарке кадулейта обыск не дал никаких результатов. Хорншу тоже не нашел никакой зацепки. Осмотрели даже автомашины в сарае, и вид у всех был довольно усталый. Кеттерли поздоровался с коллегами, «Лучше всего, Ребке сразу отправиться туда, где кончается след. Он ведь наиболее уязвим. В доме осмотритесь позже. Как только девушка появится, тронемся. Что за девушка? Пробурчал Каттерли. Вам еще многому придется здесь удивляться. Да, сказал Ребке, весьма странная хибара. Комиссар прикусил верхнюю губу. И никаких конкретных данных, сказал он, если только вы не найдете что-нибудь новое. Они вышли на площадку перед домом. Небо походило теперь на огромную свинцово-серую сцену. Пляж и дюны светились удивительным желтым светом. Подошла Хайде. Мы сейчас поедем туда, Хайде, сказал комиссар, и показал в направлении, откуда только что вернулась девушка. Последний отрезок пути она бежала и все еще не могла отдышаться. Ребке покосился на нее и сразу полез в карман за сигаретами. Хайде уставилась на незнакомых мужчин, на два автомобиля и собаку, рвавшуюся, высунув язык с короткого поводка. На маленькой машине можно добраться туда по пляжу, сказала она, подумав. Она большой. Им требовалась вся аппаратура, осветительные приборы, ультразвуковая и инфракрасные установки, штатив, рулетка. Вот только кабина для ведения допроса была не нужна. А что может понадобиться цинковый гроб, который тоже был в фургоне? Об этом Кеттерли и не думал. На большой? Сухие пески — это просто порошок. Песок в перемешку с водой топь, зато оцеревший песок твердый. Но придется в объезд. Хайде показала рукой в сторону моря. — Туда? — спросил Рёбке. Хайде кивнула. — Это невозможно, — сказал Рёбке. — Да знаете ли вы, дорогая, сколько стоит такой автомобиль? — Не знаю. Но вам ведь это нужно. Или нет? Криминалисты переглянулись, и Кеттерли чуть заметно подмигнул Рёбке. — Ладно, под вашу ответственность, — мрачно сказал Рёбке. — Но поеду я сам. Кеттерли расположил отряд полицейских под командой Хорншу вдоль берега и поставил перед ними задачу прочесать дюны от моря к суше. Ну, скажем, еще метров триста от места, где кончается след. Ясно? Вилли, полковник и даже Кадулейт присоединились к поисковой группе. Вилли на каком-то странном языке, частично из жестов, частично из непонятных звуков, объяснил Кадулейту, что требуется. Рёбке влез в кабину и включил мотор. — Где эта наглая девка, черт подери? — крикнул он. С другой стороны показалось лицо Хайде. Она бросила на сиденье туфлю Сандры Робертс. — А как иначе вы объясните собаке, что она должна искать? — спросила она и залезла в кабину. Кеттерли мрачно усмехнулся, влез вслед за ней и захлопнул дверцу. — Сначала вниз, до места, где кончится дорога с твёрдым грунтом, — сказала Хайде, и Рёбке тронулся с места. — Теперь вот туда. Дорога вела по склону пологой дюны. Внизу песок казался намного темнее и твёрже. Фургон трясло ужасно. Но это было всего лишь начало. А затем они выехали прямо в открытое песчанное море. — Газ! Газ! Ещё прибавьте газ! — крикнула девушка. — А теперь сразу вправо, резко! Рёбке покорно направил машину прямо в ручей, на дне которого пенилась тёмная вода. Её как будто прибавлялось, но колёса пока цеплялись за грунт. Снова начался подъём. С уверенностью бредущего по карнизу лунатика Хайде вела фургон по каким-то совершенно непонятным кривым через холмы пологие песчаные склоны и тихие, наполненные водой омуты. Ручей, в который они только что въехали, похож был на ревущий поток, ибо отлив ещё продолжался. Это было время самого быстрого течения. — Где вы хотите выехать на берег? — До того, как кончится след или после? — После, — сказал Кэттерли, крепко держась двумя руками. — Тогда придётся проехать по птичьему ручью. Но это только на первый взгляд страшно. Нельзя ни в коем случае останавливаться. — Поезжайте. Чуть вправо, вот так. — Прямо. — А теперь дайте газ и не бойтесь. Она сидела вся, подавшись вперёд. Глаза у неё блестели. — Газ! Газ! — кричала она, но рёбки покачал головой. Засасывающая трясина поднялась почти до самых крыльев, но колёса по-прежнему цеплялись за грунт. — Сейчас будет ровнее. — Давайте же! И в самом деле вода понизилась сначала до оси, потом до обода колеса, хотя разница уровней на первый взгляд была совсем незаметна. — Сейчас свернёте вправо? — Погодите, я скажу, когда. Пять минут спустя неуклюжий зелёный фургон стоял прямо поперёк полосы сырого песка, полого уходящей на запад, в тридцати метрах от прислонённых друг к другу оконных ставень, из-за которых, словно огородное пугало, на них уставился своими выпученными, безмятежно-голубыми глазами гавки. За его спиной вздымались песчаные дюны. Время от времени там мелькала голова или плечи кого-нибудь из поисковой группы. По большой дуге кеттерли, рёбки, хайды и держащий собаку на поводке полицейский приблизились к концу следа. Рёбки подозвал к себе техников, отвечающих за дизельную установку и монтаж телекамеры. Вскоре по песку протянулся чёрный, похожий на змею, кабель, штативы широко расставили свои прямые ноги, и искусно направленные прожектора залили всё пространство ярким, почти дневным светом. По небу тянулись теперь чёрные рваные облака, да и само небо тоже потемнело, стало тёмно-серым, но здесь, внизу, пока не чувствовалось даже слабого ветерка. Горизонт виднелся тонкой коричневатой линией, но стоило приглядеться внимательно, и уже можно было различить хаотичное движение волн в открытом море. Полицейские фотографировали, замеряли, обследовали каждый квадратный сантиметр, они зарисовывали и высвечивали всё пространство деловито, точно и быстро, по раз навсегда усвоенной и оправдавшей себя системе. Лишь после того, как съёмки и измерения были произведены, Рёбке приказал полицейскому с собакой взять след. Они отошли на несколько десятков метров назад. Там проводник совершил с собакой ритуал, напоминавший почти что культовое действие. Он поднёс туфлю Сандры Робертс к собачьему носу, потом описал ею несколько больших кругов, велел собаке взять след, произнеся при этом странные заклинающие слова. Потом спустил собаку с поводка и отошёл на несколько шагов в сторону. Собака вытянула нос по следу, неуверенно потрусила до последнего отпечатка, остановилась, подняла голову и залаяла. Тщетно пытался проводник её расшевелить, чмокал языком, показывая на песок вокруг, прищёлкивал кончиками пальцев. Все собравшиеся напряжённо наблюдали за происходящим. Однако усилия были напрасны. Собака пробежала несколько метров вдоль пляжа к дюнам, потом к морю и в какой-то момент потеряла уверенность. Вернулась к месту, где обрывался след Сандры Робертс, замерла там и разразилась долгим и громким лаем. «Она приняла решение», — сказал проводник. «Согласно её читью, след обрывается здесь. Хотим мы в это верить или нет?» Комиссар Готфрид Цезарь Кеттерли молчал долго. «А с собакой всё в порядке?» — спросил он затем. Полицейский усмехнулся. В его усмешке чувствовалось оскорблённое достоинство. «Она ещё никого ни разу не подводила. Это лучшая наша собака. Здесь след и в самом деле обрывается». «Так просто не может быть», — сказал комиссар, переводя взгляд с одного на другого. «Согласитесь, с момента возникновения Девы Марии никто ещё не поднимался прямо с земли на небо». «Чудес не бывает». «Есть ещё одна возможность», — сказал Рёбке. «Инфракрасная съёмка могла бы показать уплотнение грунта, если след идёт отсюда дальше, пусть даже на поверхности песка он незаметен, то есть сознательно уничтожен. Последнее слово пока ещё не сказано. Впрочем, думаю, что если собака не взяла след, то маловероятно, что и инфракрасная съёмка что-то даст. Придётся нам постепенно привыкать к мысли, что в данном случае нельзя исключить чудо». «Когда будут готовы снимки?» — спросил Кеттерли. Комиссар Рёбке взглянул на часы. «Было без пятнадцати два. Ещё пятнадцать минут займёт возвращение к Клифтону. Это уже два. Час работы там — три. Два с половиной часа до Гамбурга. Половина шестого. Если предупредить, что займём лабораторию, то сегодня в восемь, в половине девятого, можно будет их уже посмотреть». С северо-запада по пляжу приближалась поисковая группа во главе с Хорншу. Кеттерли не задавал вопросов. Он и так знал, что следов Сандры Робертс они не обнаружили. Тихое таинственное шуршание и шёпот стояли в воздухе. Через несколько секунд они превратились в глубокий протяжный вздох. Хейде показала на трясину. «Шторм приближается», — сказала она. «Лучше быстрее вернуться назад, пока вода не залила водостоки». Полицейские начали поспешно убирать чувствительные приборы в автомобиль. Подошёл к Хорншу. «Что-нибудь случилось?» Кеттерли молча взглянул на него. «Собака тоже не смогла ничего сделать», — сказал он после паузы. «Он по-прежнему отказывался верить в чудо. Позже он отвёл Хейде в сторону. А можно ли обыскать район Мелководья ещё раз?» Девушка взглянула на небо. «Красиво сейчас перед штормом», — сказала она. «Вы не находите?» Она крепко повязала платок. «Через два часа совсем стемнеет. Протоки и русло наполнятся водой. Одна я ещё смогла бы пройти. Но мужчины в сапогах не почувствуют колебаний песка. Они не знают, где сегодня песок без дна, а где просто мелководье. И если они потеряют друг друга из виду, значит, никак нельзя. Ну, если только Рикс прикажет. Я пойду с вами, но он должен это приказать. Я ведь не смогу никого уберечь». Комиссар наблюдал, как местный полицейский, балансируя на своём мопеде, направился к ним прямо по песку. Вдруг он почувствовал, как у него с головы сорвало шляпу. С одного единственного мощного порыва, тут же превратившего воздух в кипящий поток, начался шторм. Камыши на пляже полегли, и словно чьё-то дыхание разнеслось над охрянными дюнами. Воздух, казавшийся столь прозрачным поутру, был весь теперь пронизан рассеянным, стирающим контуры серым светом. Сверхъестественное в событиях этого дня отодвинулось на второй план. Начался шторм. И в одно мгновение следы Сандры и Робертс исчезли. Так же, как и множество следов вокруг, оставленных другими людьми. Комиссару Кеттерле оставалось только удивляться, почему и после него не оставалось на песке никаких следов. На обратном пути Вилли присоединилась к комиссару Кеттерле и полковнику. Для Хорншу, напротив, весьма соблазнительно было проехаться по мелководью вместе с Ребке и девушкой. То есть, если уж быть честным, ничего соблазнительного в том, чтобы проехаться вместе с Ребке, для него не было. Точно так же, как ничего соблазнительного не было для него и в мелководье. Фрау Ван Хенгелер была потрясена тем, сколько людей и техники привело в действие исчезновение Сандры и Робертс. Полковника, напротив, все это наполняло глубоким удовлетворением. — Это хорошо, что в наши дни во всем можно положиться на технику, — попытался он перекричать Сторм. — Людям ведь свойственно ошибаться. — Хорошо бы уже сейчас знать, ошибаюсь я или нет, — возразил Кеттерле. — А насколько можно полагаться на технику, мы еще увидим. На собаку, во всяком случае, нельзя. Вилли Ван Хенгелер пожала плечами. — Кто знает, — пробормотала она, — а потом произнесла. — В этой местности столько старых преданий об удивительных вещах. Попросите Хайде как-нибудь рассказать. Далеко в песках они видели жутко раскачивающуюся крышу зеленого фургона, и Кеттерле представил себе, как девушка, подавшись вперед, с восторгом всматривается в надвигающийся шторм и выкрикивает «Газ! Прибавьте газ!» Отчаянная девушка и странная. — А сколько ей лет? — спросил он Вилли. — Восемнадцать, — ответила она, приглядываясь к людям, ожидающим с подветренной стороны Клифтона. Вахмистру Риксу удалось собрать около сорока мужчин, но никто не хотел брать на себя ответственность и посылать их теперь в район Песков. Комиссар предложил им до наступления темноты прочесать еще раз окрестности дома и деревню, но сделал это без особого внутреннего убеждения. — Что-то здесь произошло, — говорил он Хорншу, ритмично ударяя кулаком по ладони. — Но что? — Допустим, инфракрасная съемка тоже ничего не даст. Тогда мы вообще с таким же успехом могли остаться дома. Едва Репке въехал на своем фургоне на замощенный дворик между домом и сараем, как техники начали обследовать окна спальни Сандры Робертс и грунт под окном. Затем в обоих помещениях был высвечен каждый уголок и все сфотографировано. Наконец, специалисты под дактилоскопией с лупами и графитом тщательнейшим образом обследовали все гладкие поверхности, на которых могли остаться четкие следы человеческих рук. Были изъяты сумочка, дорожные будильники и ключи от машины, принадлежавшие Сандре Робертс. Хорншу, стремясь найти хоть какую-нибудь зацепку, обыскал все карманы, чемодан, гостиничную папку для почтовой бумаги, даже боковые карманы и отделение для перчаток в ее автомашине, а потом сложил все вещи на пустой стол в комнате для завтрака. Однако не нашли ничего, что хоть немного прояснило бы обстоятельства дела. Кеттерли пожал плечами. «Еще один момент», — сказал он. «Мы сняли все отпечатки пальцев в комнате фрау Робертс и на ее вещах. Среди них, естественно, есть отпечатки пальцев и тех, кто регулярно заходил в эту комнату по делам. Если бы мы знали, какие из них кому принадлежат, это весьма облегчило бы нам работу. «Я не могу вынуждать вас к этому, но если вы дадите сейчас отпечатки ваших пальцев, нам не потребуется позже вызывать вас в ходе следствия». «Это вполне понятно», — сказал Вилли. «В эту комнату заходили я, Хайда и Кадулейд. Он недавно прочищал нам засорившийся водопровод». «Постойте», — вскипел вдруг полковник Шлиске. «Вы что, хотите, как преступники, приложить свои пальцы к копировальной бумаге? Но нужно немного думать и о человеческом достоинстве». «Нет, мой дорогой», — обратился он к комиссару, — «на это вы не имеете никакого права. Я, во всяком случае, моя честь офицера». Он неожиданно умолк, взглянув на комиссара. «Ваши отпечатки пальцев нам не нужны», — медленно проговорил Кэттерли. «При условии, конечно, что вы до этого никогда не переступали порога той комнаты. Я предполагаю это с полной уверенностью, не так ли?» На лице полковника отразилась внутренняя борьба. Он и не пытался скрывать своей ненависти к этому мелкому полицейскому сыщику. «Ну, если дело только во мне», — сказал он. «Помедлив», — «то можете получить и мои тоже. Все-таки я жил в прошлом году в этих комнатах». Шторм разыгрался не на шутку. Ветер, завывая, налетал на стены дома, гнал облака пыли, песка и мусора, заметал их во двор между домом и сараем, заставлял старую соломенную крышу вздыхать и громко шуршать. Кеттерли счел свою миссию в Клифтоне законченной. Ребки сложил все имущество в свой саркофаг и около половины пятого покинул пансион. С наступлением темноты вернулся в конец измученный вахмистр Рикс и сообщил, как и следовало ожидать, о безрезультатности поисков. Потом он выпил две рюмки можжевеловой, пробормотал что-то насчет проклятой погоды и объявил, что остальные с удовольствием выпили бы по рюмочке не в столь благородных условиях, для них достаточно и простой деревенской пивной. Комиссар понял намек и выдал Риксу 20 марок. Потом он попросил его составить донесение о пропавшей и начать официальный розыск. На этом пути, подумал Кеттерли, дело, хотя и не скоро, но надежно обретет конец в запыленном архивном шкафу. А затем стало вдруг нечего делать. Кеттерли и Хоршу принялись собираться. Когда они уже стояли в дверях, из кухни вышла Хайде и тронула комиссара за рукав. «Я совсем забыла», — сказала она. «Госпожа Робертс вчера, как только приехала, спросила, нет ли для нее телеграммы. Может, это для вас важно?» Комиссар чуть было не хлопнул себя по лбу. Вытащил из кармана пальто скомканный конверт, надорвал его и прочитал телеграмму. Потом снова спрятал ее. На лице его не дрогнул ни один мускул. «Не забывайте сообщать нам о любых деталях», — сказал он фрау Ван Хенгелер. «Даже если они покажутся вам несущественными». Та сгорала от любопытства, но спросить ни о чем не посмела. «Быть может, вы немного проследите за этим», — польстил Кеттерли полковничему самолюбию, искусно уклонившись тем самым от прямого вопроса. «Уж если офицерская честь плохо уживается с необходимостью давать отпечатки пальцев, то тем хуже уживается она с простым человеческим любопытством». Расчет комиссара был правильным. «Разумеется, я буду присматривать здесь за всем», — произнес полковник Шлиски, придерживая дверь, через которую Кеттерли и Хорншу покинули Клифтон. Когда Хорншу на старом фольксвагене, принадлежащем отделу номер три по расследованию убийств, выезжал со двора, свет его фар выхватил из темноты Кадулейта. Тот стоял на дороге и, подобно регулировщику, размахивал обеими руками, словно пропускал машины на оживленной магистрали. Потом он поднял руки вверх и разразился идиотским смехом. Сильный ветер трепал его волосы, а лицо сохраняло прежнее тупое выражение. «Я узнаю, наконец, что было в телеграмме», — спросил Хорншу, когда они выехали из деревни. Кеттерли поудобнее устроился на сидение. «Не выйдет», — буркнул он. «То есть как это?» «Не выйдет», — хорншу. «Я не могу ничего изменить. Это дословный текст телеграммы». «Не выйдет?» «Да». «А подпись?» «Никакой». Они помолчали. «Ничего себе сюрпризы!» Комиссар еще не знал, что содержание телеграммы отнюдь не было последним сюрпризом столь богатого событиями дня. «Мы ведь поедем через окружной центр, Хорншу». «Да, можно и так». «Не можно, а нужно». «Нужно раскопать все, что связано с этой телеграммой». «До какого времени работает обычно почта?» «До семи». Хорншу поднес руку с часами к светящемуся зеленоватым светом спидометру. «Было около шести». «На дороге темно хоть глаз выкали». «Порой выступали очертания кустов, деревьев, сильный ветер гнул их, раскачивая из стороны в сторону». «Темный горизонт был окаемлен черной бахромой быстро несущихся, меняющих свои контуры облаков». В глубине души комиссар Кеттерли был рад, что странный этот дом и странная местность остались позади. В привычном городском ландшафте площади Карла Мука, в выверенном ритме ежедневных служебных дел, он надеялся на основании рисунков, протоколов, фотографий и результатов экспертизы, быстрее докопаться до сути. «Одно во всяком случае исключается, Хорншоу», — сказал он. «То, что должно было бы напрашиваться сразу». «Сандра Робертс не вознеслась живой на небо». Он помолчал. «Скорее наоборот, так мне кажется». «А кроме того, ясно, — сказал он после паузы, — что никто не звал ее на ночную прогулку». Она отправилась туда по собственной воле. Из ее комнаты телефона не слышно. Да и фрау Ван Хенгелер была все время в комнате для гостей или в холле. Существует лишь одна возможность. Кто-то по вымощенному дворику мог подойти к окошку ее ванной и что-то сообщить ей. Но что это за сообщение, заставившее молодую женщину одну отправиться среди ночи в незнакомые ей дюны? Хорншу проезжал пустынную деревню. Ветер раскачивал фонари, круги света вырывали поочередно из темноты то справа, то слева скособоченные дома. Единственное, что меня настораживает, — это то, что след был так хорошо виден, словно она нарочно хотела оставить его нам, — сказал он. Вспомните хотя бы, как он начинался на свежеразрыхленной земле под окном. И почему она вообще вылезла в окно. Это как раз я могу себе представить. Я бы тоже вылез в окно. Молодая, красивая, веселая, в наимоднейших брюках. А впереди отпуск. Вместо того, чтобы блуждать по темному дому в поисках выключателей и дверных запоров, думаю, я вылез бы тоже. Может быть, в ней есть немного романтики. Все еще есть? У нас нет пока права говорить «было» Хорншу. Многое свидетельствует против этого. Мы сделали все, что смогли. Мы должны были бы ее найти, если бы она погибла. Если, конечно, она, как назло, не угодила в какую-нибудь трясину. Одно только мне непонятно. Почему она стерла всю косметику? Как правило, женщины делают это перед тем, как улечься спать. В обычной ситуации такая женщина, как Сандра Робертс, даже ночью не отправится гулять ненакрашенной. Комиссар погрузился в молчание. А спать она не ложилась. Постель была не тронута, это точно. А что значит «не выйдет»? Спросил Хорншу, медленно трясясь через железнодорожный переезд на окраине окружного центра. Что «не выйдет»? «Это мы выясним», — пропорчал Кеттерли. И в этот момент взгляд его остановился на почте. Это была простая деревенская почта. Телеграф находился на первом этаже. Дежурная телеграфистка припомнила ту телеграмму. Да, можно установить, кто отправитель, пусть только господа, предъявит свои удостоверения. Кеттерли показал удостоверение, и телеграфистка принялась листать толстую тетрадь. Телеграмма пришла из Гамбурга. Адрес отправителя не указан. Текст совпадает. «Не выйдет» без подписи. «Можно установить, откуда была отправлена телеграмма. Для этого мне придется позвонить. Будьте любезны». Они дожидались добрых десять минут. Телеграфистка связывалась с коллегами, с коммутаторами, телефонными подстанциями, доносились непонятные термины. Наконец она положила трубку. Телеграмма была отправлена по телефону. Номер абонента 99-37-73. Владелец телефона Рихард Робертс. Адрес... «Гамбург, Ротенауш-трасса 11», — продолжил комиссар. «Да», — недовольно подтвердила телеграфистка. «Это жена Риха Робертса, которого противники зовут Толстяком Хорджу. Дело теперь становится не только интересным, но и довольно щекотливым. Робертс был сенатором по финансовым вопросам, когда консерваторы стояли у власти. «Девушка, когда была отправлена телеграмма?» «Двадцать пятого октября в двадцать один час семь минут». «Первый раз я попробовал передать ее двадцать шестого октября в ноль часов две минуты. Никто мне не ответил. Поэтому я передала ее почтальону для доставки, а сегодня утром прочла ее содержание по телефону». «Когда это было?» «В семь часов девять минут». «И кому же вы передали содержание телеграммы?» «Телеграммы могут передаваться только лично адресату. Эта женщина сама подошла к телефону». Как только они в девятом часу прибыли на площадь Карла Мука, комиссар закурил первую за весь день сигару. Понятно, он не удостоил даже взглядом гору поступившей почты на столе, лишь повесил в шкаф пальто. Потом вместе с Хорншу поднялся по слабо освещенной лестнице в демонстрационный зал отдела научно-технической экспертизы. На третьем этаже они прошли мимо прикрытой двери диспетчерской, управляющей радиофицированными патрульными автомашинами. Кеттерли бросил взгляд на огромный светящийся план города, на то и дело вспыхивающие или гаснущие огоньки, что показывают состояние готовности оперативных полицейских машин двухмиллионного города. «На Зивертсвек обнаружен мужчина в бессознательном состоянии», услышал он. «На Виттернштрассе украден уличный бак для мусора. Внимание! Сто одиннадцатый, пожалуйста, на Виттернштрассе. Несчастный случай с небольшим материальным ущербом на Ривентловштрассе. Отмаршин, девяносто седьмой, где вы?» «Да, хорошо. Пожалуйста, Ривентловштрассе. Угол Скопеллингвек. На Кёнигштрассе сорок, третий этаж, из квартиры слышен запах газа. Тринадцатый. «Кёнигштрассе сорок. Это все равно ваш маршрут. Сообщите результаты». Комиссар завернул за угол. Так продолжалось весь день. Все двадцать четыре часа. В первой половине дня вызовов меньше. Вечером, как правило, больше. Угон автомобилей, кражи со взломом, пока вся семья сидит у телевизора. Позже воровство в погруженных в сон квартирах. И, начиная с двух ночи, кровавые драки в порту и в Санкт-Паули. Примечание. Санкт-Паули – увеселительный квартал в Гамбурге, недалеко от порта. Только между четырьмя и семью часами утра выдавалось иногда десять-двенадцать минут, когда в диспетчерской было тихо, что, разумеется, не значило, что в городе в это время ничего не происходит. Это были часы самоубийц. Не было практически ни одного дня, чтобы самое позднее, в семь, в половине восьмого, разносчик молока, газет, почтальонша или газовщик, снимающий показания счетчика, не заметили бы чего-нибудь такого, что показалось бы им странным. Иногда об этом извещали его, иногда Циммермана, шефа седьмого отдела. Он занимался обнаруженными трупами и пропавшими без вести. Нынешним утром то были не разносчик молока и не почтальонша, которым что-то показалось странным, а отставной полковник по фамилии Шлиски, всегда проводивший свой отпуск в Клифтоне в начале или конце сезона по причине низких цен. И известили не Циммермана, а его самого. — Там, кажется, все дело в каких-то следах, комиссар Кеттерли, — сказал начальник полицаи президиума Зибек в телефонную трубку. Кеттерли стоял еще в пижаме в темной прихожей квартиры фрау Штольц. Этот человек утверждает, что след пока отчетливо виден. — Думаю, не следует давать повода для упрека нас в нерадивости. И разве вы на моем месте не сочли бы правильным? И комиссар, вздохнув, тоже счел это правильным. Из комнаты дежурных оперативников доносился смех и шелест сдаваемых карт. Кеттерли взглянул на часы. Каждый вечер они, полный оптимизма, усаживались играть либо в скат, либо в преферанс. И каждый вечер, самое позднее, в девять, игра прекращалась сама собой, так как их по двое, по трое посылали туда, где кто-то не оплатил свой ужин, услышал подозрительный шорох в подвале или обнаружил исчезновение собственного портфеля. «Оперативная служба уголовной полиции», — прочитал Кеттерли на двери. Начальник — старший комиссар Лумбик. Фамилия была написана на сменяемой табличке. Руководители отделов по расследованию убийств были освобождены от оперативного дежурства. Кеттерли искренне жалел об этом. Он с удовольствием вспоминал вечера с молодыми коллегами в непритязательном, скудно обставленном помещении оперативного отдела. Они тогда часто и много смеялись, и смех у них был такой же, как слышался сейчас из-за двери. В демонстрационном зале Рёбки уже разложил материалы. Фотограф был здесь, дактилоскопист как раз разворачивал экран. «Ну?» — спросил Кеттерли. «А ничего особенного», — ответил Рёбки. «Сейчас сами увидите. Можно начинать?» Свет погас, только тусклая настольная лампа осталась гореть рядом с проектором. Кеттерли и Хорншу уселись. Рёбки начал давать пояснение. И хотя необходимо, чтобы руководитель оперативно-технической группы являлся человеком в высшей степени добросовестным, Кеттерли в глубине души нередко проклинал педантизм Рёбки. Ведь даже в этом необычном случае Тот не мог позволить себе отклониться от раз навсегда установленной схемы. А особенность данного дела заключается в том, Обстоятельно начал Рёбки, Что преступление не может быть пока доказано, Поскольку не может быть установлена даже точная степень его вероятности. В лучшем случае оно остается всего лишь возможным. К тому же мы располагаем исключительно следом пропавшей без вести, Следом, который внезапно обрывается. Начну по порядку. Первое. Ручка входной двери. На ручке с внешней стороны Имеются отпечатки пальцев фрау Вильямины Ван Хенгелер, Девушки Хайде, А также полковника Шлиски. Кроме того, Имеются отпечатки пальцев Некоего четвертого лица, Я полагаю, что именно они принадлежат Сандре Робертс, Так как точно такие же отпечатки Имеются почти на всех ее личных вещах, А также на крышке отделения для перчаток в машине И на ручке дверцы. Странным образом эти отпечатки Отсутствуют на рулевом колесе. Она просто ездит в перчатках, Проворчал комиссар, Нетерпеливо ожидая продолжения. Вы полагаете, что и третье лицо тоже ездит в перчатках? Какое третье лицо? Комиссар медленно обернулся и взглянул на репки. Тот рылся в своих бумагах. Во-первых, сумочка. Во-вторых, дорожный будильник. В-третьих, губная помада. В-четвертых, пудреница. В-пятых, ключи от автомобиля. Что с ними? Договорите же, наконец, репки. На всех этих предметах, И еще на некоторых других, Имеются также отпечатки пальцев Некоего третьего лица, Которое не идентично Ни с кем из перечисленных. В машине тоже. Даже на рычаге, Которым регулируется положение сидения. Их нет только на рулевом колесе. Из темноты послышалось только «Угу» и «так-так». «Это могут быть отпечатки пальцев Ее мужа. Проще всего предположить...» «Нет, Кеттерле, Это не отпечатки пальцев Ее мужа. Мне удалось добыть его отпечатки В бюро прописки. Хотя с тех пор прошло уже 16 лет. Но они ведь не меняются». На экране появилась Сильно увеличенная фотография Пересечения линий На указательном пальце человека. Это указательный палец Риха Робертса. Рядом появилась Другая увеличенная фотография. А это указательный палец С третьего лица. Даже дилетанту Бросились бы в глаза различия. Кеттерле попросил Хорншу Записать наиболее важные моменты. «И прежде всего Составьте список предметов, На которых найдены Отпечатки пальцев Хорншу. И никаких отпечатков на руле». «Да вы и сами в это не верите», Сказал Хорншу. «Да...» Произнес Кеттерле И обернулся, Поскольку входная дверь открылась И в нее проскользнула Подвижная фигура Начальника полицаи-президиума Зибика. «Я вам не помешать, господа?» Лицо его было гладким, Как у тюленей, Хитрым, как у таксы. Он распространял вокруг себя Запах изысканного Мужского одеколона И усевшись, аккуратно Расправил элегантную жилетку. «Очевидно, руль просто вытерли, Не так ли?» Наклонился он к Кеттерле. «Тогда были бы вытертые Некоторые другие предметы», Ответил комиссар. «Думаю, Ребке прав. Третнее лицо Тоже могло ездить в перчатках, Ведь то, что оно водило машину Сандры Робертс, Кажется установленным фактом, правда?» «Если только оно Не играло ради собственного удовольствия Рычагом установки сидения», Ответил Ребке. «Дверная ручка изнутри», Продолжал он, «На ней также обнаружены отпечатки». «Послушайте, Ребке», Перебил его комиссар Кеттерле, «Скоро девять». «Может, вы не будете рассказывать нам О каждой извилине На всех ваших двадцати семи предметах?» «Сорока семи», Поправил Ребке совершенно серьезно. «Мы работали над этим в пятером С шести до половины девятого». «Ну, хорошо, На ваших сорока семи предметах». «Но зачем так долго о каждом в отдельности?» «Вы что, не можете обобщить?» «Ваш доклад мы и так получим для изучения». «Конечно, если господин начальник со мной согласен». Кеттерле обернулся к Зибику. «Разумеется», — сказал Зибик. «Где он комиссар Ребке?» «Разрешите мне все-таки кратко остановиться На нашей системе расследования дела», — Обиженно пробормотал Ребке. «Мы пронумеровали и сфотографировали Каждый отдельный предмет, Начиная с дверной ручки, С внешней стороны под номером один И кончая пепельницей в левой задней дверце В автомашине Сандры Робертс под номером 47». Отпечатки пальцев разных лиц Мы обозначали римскими цифрами. Один — это Сандра Робертс, Два — полковник Шлиски, Три — Вильямена Ван Хенгелер, Четыре — девушка Хайде, Пять — Кадулейт, Шесть — третье лицо, Семь — старший комиссар Кеттерле, Восемь — Зибик повернулся к Кеттерле. «Так», — сказал он, «надеюсь, вы не замешаны в этой истории?» «Увы», — тяжело вздохнул Кеттерле, «так где мой отпечаток Ребке?» Послышался шорох бумаг. «Здесь, на оконной ручке с внутренней стороны, Ванная комната номер 18». Проектор щелкнул, И удивленный Кеттерле Увидел на экране Безупречный отпечаток Своего большого правого пальца. «Хадулейт», — пробормотал он, «я просто забыл про носовой платок, Когда закрывал окно». «Вы не можете себе этого представить». «Можем», — сказал Ребке. Проектор щелкнул еще раз, И Кадулейт, увеличенный до огромных размеров, Уставился через плечо прямо в проекционный зал. Он все еще мыл машину. «Тут я бы тоже забыл про носовой платок», — сказал Зибик. «Поехали дальше». Затем последовали снимки из окна ванной комнаты, Потом сделанные во дворе, в сарае. Машина, принадлежавшая Сандре Робертс, Марка Карман Гия, Стояла с приспущенными передними баллонами. За ней последовала фотография следов на земле под окном. «Отпечатки пальцев имеются также на оконной ручке И внутри на оконном стекле», — Пояснил Ребке, и Кеттерли добавил. «За день до этого Кадулейт разрыхлил почву в саду граблями». Теперь они двигались по следу от дома к морю. На экране неожиданно появился однообразный И пугающе пустынный пейзаж, Топкое песчаное мелководье, И над ним свинцовое небо. Снимки сменяли один другой, И Ребке пояснял. След просматривается на расстоянии Восемьсот двенадцать метров с четвертью. Он состоит из тысячи семисот четырнадцати отпечатков. Чтобы дойти до конца, Я имею в виду до конца следа, Фрау Робертс потребовалось, И это довольно точно, Четырнадцать или пятнадцать минут. В общем-то, не вызывается мнения и то, Что отпечатки появились между одиннадцатью и часом ночи. Аппарат щелкнул снова, И вдруг экран стал похож на шкуру леопарда. Инфракрасная съемка на том месте, Где кончается след, Объяснил Ребке и встал с указкой в руке Рядом с экраном. Здесь, внизу на снимке, Проходит видимый след. Вы видите его контур, Точно как в натуре. Вот последний отпечаток. Кеттерли наклонился вперед и слегка прищурил глаза. А? Спросил он. А пятна? Это уплотнение частиц песка От шагов всех, Кто проходил здесь перед последним штормом Или последним приливом. Не представляется возможным Выявить продолжение следа От последнего отпечатка В каком-либо определенном направлении. Вот это пятно Можно было бы отнести К искомому следу. И это тоже. Указка передвинулась дальше. Но следующий отпечаток Показывает, что человек шел назад. Значит, линия следа Не продолжается. Она здесь Заканчивается. Съемка с высоты 12-15 метров Возможно, слегка оттянила бы Важные детали И помогла бы выявить Определенное направление. Ну и здесь мы Существенно не продвинулись бы, Поскольку все равно Не смогли бы снимать следы Фрагмент за фрагментом Бог знает до каких пор. А тот, кто стер след Начиная с этого места Испортил и собаке читье. Факт налицо. Либо это была она сама Либо кто-нибудь еще. Мне, во всяком случае, Кажется, что это была она сама. Так как, если бы кто-нибудь Нес или тащил тело Могу поклясться, Мы бы увидели Сильное давление На песок на снимке. Комиссар Ребке Закрыл свою папку И выключил аппарат. Но тогда нельзя Полностью исключить И того, что она Сама в семь часов Девять минут Приняла адресованную Ей телеграмму. Так ведь Обратился Зибе К комиссару. Что удалось Установить в этой связи? Фрау фон Хенгелер Когда я разговаривал С ней по телефону Была настолько потрясена, Что несколько секунд Вообще ничего Не могла сказать. А затем попросила Прислать все-таки В Клифтон полицейского. Она совершенно Обезумела И успокоилась Лишь когда я сказал, Что полковник В любом случае Обеспечит им Надежную защиту. Девушка заявила, Что не верит Ни одному моему слову. Она в то время Чистила обувь В подвале И вообще ничего Не заметила. Каду Лейт Работал в саду. А Вилли Еще спала. Полковник спросил, Не разыгрываю ли я его, Заметив, Что дело Достаточно серьезное. Он поверил мне С трудом И в итоге Не сумел найти Никакого объяснения. Я попросил Сотрудницу телеграфа Им позвонить. Сначала К телефону Подошла Фрау Ван Хенгелер И я велел Техографистке Позвать к телефону Хайде. Таким образом Она услышала Голоса Обеих женщин Из Клифтона, Но не смогла Установить Идентичность Ни одного Из них С тем голосом, Что отвечал Ей утром, Когда было Произнесено Всего три слова Да у телефона. Таким образом Мы имеем Две возможности. Либо Робертс Действительно В семь часов Девять минут Находилась у телефона, Либо Разговор Вела Одна из тех Женщин И если Какая-то Из них Хочет Именно Хочет Ввести Нас В заблуждение По неизвестной Пока причине То мы Никогда Не узнаем Кто Сегодня Утром Действительно Произнес В трубку Эти три слова Да У телефона. Добавлю Еще, Что ни Одна из Женщин Не ответила Телеграфистке Теми же Словами. Вилли Говорила Говорит Вильямина Ван Хенгелер Пожалуйста Кто У телефона? А Хайде Спросила Просто Кто Это? В конце Концов Приходится Учитывать И то Заметил Хорншу Что У всех Обитателей Клифтона Было Достаточно Времени И возможности Уничтожить Любые Следы Если Кто-то Из них И в самом деле Имел Отношение К этому Делу Но У меня Создалось Впечатление Что Никто Не Предпринимал Ни малейшие Попытки Что-либо Скрыть Ребки Включил Свет Господа Мы Теряемся В предположениях Сказал Зибик Пока Что Не Случилось Ничего Кроме Исчезновения Женщины При Загадочных Обстоятельствах Тут Уж Ничего Не Поделаешь А Теперь Необходимо Выяснить Кто Дал Телеграмму С этим Не Выйдет Робертс Уже Знает Об Этой Историей Трудно Сказать Пожал Плечами Кеттерля Родственников Извещает Местная Полиция В данном Случа Я Ничего Не Имел Против Меня Не Привлекает Сильное Ощущение Зибик Как раз Собирался Уйти Он Нервно Стряхнул Пепел С сигареты Конечно Ганновер С удовольствием Весит Нам Это Дело Тем более Что Мы Его Уже Начали Сами Понимаете Они Скажут Что Мы Уже Познакомились С обстоятельствами Лучше Знаем Местность И так Далее И если Вы Собираетесь Работать Над ними Дальше Никто Из Криминалистов И не Подозревал В ту Минуту Что Вопрос Кому Вести Дело Разрешится В ближайшее Время Сам Собой Я Человек Любопытный Пробурчал Кеттерля Вам Интересно Кто Третий Лиза Спросил Зибик Нет Ответил Кеттерля Интересно Почему Дети Не Просыпались Она Нащупала Выключатель В тот же Момент До нее Донеслось Жужжание Электробритвы Из ванной Поставь Чайник Пожалуйста Из ванной Послышалось Ворчание Потом Жужжание Бритвы Прекратилось И Ханс Пауль Прошаркал В кухню Звякнула Посуда Полилась Вода Из крана Затем На медленно Раскаляющейся Конфорке Плиты Зашипели Капли И хотя Вчера Вечером Она Убрала Всю Квартиру Сегодня Утром Снова Был Кавардак И Вечером Будет Кавардак Он Будет И Завтра И Послезавтра И Через Два Месяца И Через Три Года За год Она Успевала Вымыть Столько Посуды Что Если Поставить Тарелки Друг На Друга Они Перевесили Бы Эйфелеву Башню А Общую Длину Сигарет Которые Она При Этом Выкурила Ей Вообще Представить Было Страшно И Вот Так Проходила Жизнь Да Ты Просто Неряха Думала Она Когда Сомерзением Откидывала Каждый День Одеяло Чтобы Снова Вступить В Однообразную И Нескончаемую Будничную Суету И Все Это Ради Того Чтобы Хоть Как-то Сводить Концы С Он Там Мылся Или Брился Но Тогда Кому-то Из них Следовало Раньше Вставать Или Он Сам Должен Бы Готовить Завтрак И Поскольку Ни То Ни Другое Его Не Устраивало Приходилось Терпеть Ее Присутствие В Тесной Ванной Комнате С Тщательностью Автомата Ханс Пауль Выбревал Места Призванные Оттенять Овальную Черную Бороду На лице Его Появлялись Всевозможные Гримассы Когда Он Подбревал Усы Собственно Так Выглядели В момент Бритья Все Мужины Носившие Бороду Но Когда Это Наблюдаешь По утрам Ежедневно Месяц За месяцем Год За годом В конце Концов Становится Противно И Самое Ужасное Что И муж Становится Противным Тоже Он С явным Неудовольствием Посторонился Когда Она Склонилась Над Раковиной И Открыла Воду Как И Каждое Утро В ванной Вдруг Появились Дети И Как Каждое Утро Зигрид Пришлось Внушать Себе Что Она Не Имеет Права Быть Несправедливой К детям Только Потому Что Домашнее Хозяйство Отравляет Ей Жизнь Одевайтесь Сказала Она Регина Накрывай На стол Не Забудь Соль И Ложечки Для Яиц Моя Хорошая Потом Она Прошла На Кухню И Убавила Огонь Комфорки На Который Грелся Чайник Когда Чайник Кипел Приходилось Каждые Полчаса Протирать Запотевшие Стекла Злость Закипела В ней На Обратном Пути В Ванную И Борода Твоя Не Помогает Ханс Сказала Она С Бородой Ты Точно Так Же Не Преуспеваешь Как И Без Бороды Сбрей Ты Наконец Эти Заросли Тогда У нас В жизни Будет Хоть Какая То Перемена Талантливых Людей Зигрит Гораздо Больше Чем Доходных Мест Выходит Ты Согласилась Бы Лучше Выйти Замуж За Непорядочного Человека Неразбирающегося В средствах Вроде Твоего Отца Например Все Как Обычно Как Всегда Она Спокойно Ждала Продолжения Но Его Не Последовало Она Услышала Что Электробритва Работает Вхолостую Увидела Подходящего К ней Сзади Ханса Пауля И Тут Случилось То Чего Давно Уже Не Случалось Зажав Жужжащую Бритву В правой Руке Он Обнял Ее За плечи Я Делаю Все Что Могу Зигрит Сказал Он А Если Ты Начнешь Меня Попрекать Ничего Хорошего Не Будет Она Почувствовала Себя Почти Счастливой Когда Он Поцеловал Ее В шею Но Скорее Проглотила Был бы Язык Чем Признала Это Быть Может Все Еще Наладится Если Из затеи С издательством Эмпедокл Что-нибудь Выйдет А я Надеюсь Что Выйдет Идея Это Блестящее Я Куплю Тебе Посудомоечную Машину И Гладильную Установку И Тогда Мы Сходим Куда-нибудь Вместе На Зюльберг Или В рыбный Ресторан В порту Хорошо Зигрид Равнодушно Кивнула Но Потом Услышала Какой-то Необычный Звук Электробитвы И Оглянувшись Увидела Только что Проделанную Прямую Бледную Полосу В черной Бороде Которую Она Так Ненавидела Словно В их жизни Начинался Новый Этап Ханс Сказала Она Ты Уж Не Надрывайся Особенно Ладно А Это Означало Ты В принципе Хороший Парень Ханс В первую Пору Брака Она Завидовала Эрике Как Быто Ни Было Реймар Был Уже Старшим Врачом Когда Та С Ним Познакомилась А Вскоре Стал Заместителем Главного Врача А Потом На следующий Год Или Через Год Он С помощью Предоставленного Тестем Кредита Открыл Собственную Практику И Начал Удалять Богатым Предпринимателям Желудочные Опухоли Однако В финансовом Плане Дела Реймаров Как Она Их Всегда Называла Тоже Обстояли Далеко Не Лучшим Образом Папа Подбрасывал Правда Реймаром Время От Времени Кое Какие Суммы Так Как Ничего Не Имел Против Самого Реймара Но Эрика Ведь И Претензии Предъявляла Значительно Больше Нежели Она Сама А Кроме Того На Них Ведь Распространялось Известное Правило Большие Доходы Большие И Расходы И На Их Примере Это Было Видно Особенно Хорошо В любом Случа Эрика Как бы Красиво Она Не Была Одета И Даже Несмотря На Фиат 1800 Который Они Недавно Приобрели 25 Числа Каждого Месяца Точно Так Ж Сидела Без Единого Фенига Как И Она Сама Точно Продолжение следует...